Прогулка по общественным территориям Читы, кого угодно, вгонит в депрессию. Внешний облик так называемых туристических мест вызывает эстетическое раздражение своим состоянием в принципе и странными архитектурными решениями в общем. Некоторые горожане в соцсетях размещают снимки с нелепыми ступенями и пояснениями, почему все вот так. А все просто. Реконструкцию театра и реконструкцию площади делали разные подрядчики. У каждого свой проект и, судя по всему, этих людей кто-то забыл друг с другом познакомить. Кто-то, кто не захотел брать на себя ответственность за нестыковки в двух проектах. Это театральная площадь. Обошлась бюджету она в семь десятков миллионов рублей. Самый, что ни на есть, центр города. Кстати, три дня прошло со времени последнего снегопада, но муниципальных служб здесь не было совсем. Под ногами корка льда, который одинокий дворник посыпают вручную песком. Люди бредут по этим наледям, в душе вспоминая слова губернатора, что он не уедет отсюда, пока чита не станет похожа на Париж. Семьдесят миллионов – это очень много. Серьезные деньги. А сколько на театры стратишь? В курсе? Не, не помню сейчас. Там вообще миллиарды. Миллиарды. И где они? Вы их видите? Я, например, сильно не вижу из больших изменений. Ну, конечно, изменения есть, но не на такую сумму. Складывается ощущение, что кто-то большой при соответствующей должности играет в гигантский тетрис, запрасывая площадь возле драмтеатра и кинотеатра Удакан разноплановой ерундой из разных исторических эпох. Всевозможные детальки из дореволюционных, советских, современных домов на игле последнего приобретения исторического центра Читы в виде стеллы за несколько десятков миллионов рублей. Если продолжить фантазии, то безвкусные здания, вроде магазина «Зимний сад» возле драмтеатра или вот этих деревянных летних кафе, когда-нибудь соберут уровень и скроются с глаз долой. А пока здесь куча мусора и досок, гололед и дорогие постройки. Дорого сейчас 70 миллионов тратить на возведение какого-то арт-объекта. Но я думаю, это должны контролировать какие-то определенные органы, ну, расходы на такие мероприятия, чтобы, конечно, мимо ничего никуда не уходило, а конкретно по смете. Ну, цифры, конечно, космические на самом деле. Такие деньги можно было, конечно, направлять и на другое, так скажем, развитие, на спорт. Можно было сделать все, очистить территорию от снега и мусора, чтобы впредь не засорять эти места ненужными и неуместными зданиями и арт-объектами. Раздражает, когда власть спекулирует на нашей памяти, откровенно при этом игнорируя свои обязанности. Вместо этой стеллы за 70 миллионов рублей можно было купить почти 200 единиц снегоуборочной техники. Вот мы посчитали. И порадовать, наконец, город чистыми тротуарами и дорогами. И вообще власти надо хоть иногда прислушиваться к мнению горожан и разумно тратить бюджетные средства. А пока надо немного потерпеть. Вот стеллу достроят.